Всем привет на канале L.Dachman. Сегодня мы с вами поговорим о высказывании федерального министра юстиции Марко Бушмана о снижении социальных пособий и запрете выплат социальных пособий мигрантам, уже имеющим статус беженца в других странах. С таким заявлением Марко Бушман выступил на заседании правительства, где высказал следующее, что согласно Дублинскому соглашению люди, получившие статус беженца в других странах ЕС, не имеют права получать статус беженца уже здесь в Германии. Они обязаны находиться в той стране, в которой они получили этот статус и они не имеют права мигрировать между странами, чтобы каким-то способом, какими-то ухищрениями оформлять еще дополнительные, скажем так, вторые и третьи статусы для получения социальных пособий и всех социальных дотаций. Той же самой медицинской страховки, социальной страховки и так далее. Естественно, он сказал, что его такое высказание вызовет бурю критики, негодования, в первую очередь, со стороны ультралевых организаций, поддерживающих вот эту неконтролируемую волну миграции в Германию, и со стороны зеленых, которые просто ратуют за то, чтобы в Германии было как можно больше мечетей, как можно было больше исламской, вот этой арабской вязи в текстах, в плакатах, в рекламных и, естественно, чтобы было больше арабского говора. Ну, мы и так тут в стране живем, когда проходим по улице, мы слышим, там говорят на албанском, там говорят на турецком, там на польском, там на чешском, там на русском, там на немецком. В основном-то говорят на немецком. Никто не имеет ничего против. Мы ведь пользуемся благами цивилизации. Цифры, которые мы используем в математике, это арабские. Кофе, который мы пьем, это или эфиопский, или бразильский. Люди многие едут в отпуска на Филиппины, в Турцию, на Мальдивы. Это ведь тоже арабские, мусульманские страны. Или, допустим, чай, тот же самый турецкий чай или индийский чай. Никто ничего не имеет против. Все пользуются дарами цивилизации и все остаются довольны. Но, когда многие приезжающие эмигранты сюда, в Германию, вот на примере той афганской семьи, которую немецкая полиция, пограничная, выдворила в Польшу обратно. Когда разразился скандал, и Дональд Туск сказал, что он лично позвонит Олафу Шольцу и потребует возмещения ущерба, нанесенного Германией и Польшей. Когда немецкие пограничники отправили вот эту вот афганскую семью обратно в Польшу. Именно по таким моментам. То есть та семья получила статус беженца в Польше, они обязаны находиться в Польше. Все, точка. Они там получают свои пособия. Здесь, в Германии, им по факту, как туристам, конечно, как туристы, они могут приехать, они могут погулять, но вернуться они обязаны обратно. У них место жительства там. Если же они приезжают сюда и пытаются опять получить статус беженца, то это уже получается криминальная обстановка. Это уже получается уголовное дело, которое, увы, нужно пресекать. Которое нужно, с этим делом нужно разбираться и этих людей нужно выдворять. Несмотря на то, что, к примеру, у них малые дети или еще что-то. Потому что дети видят, что делают родители и поступают, ну, точно так же, а то и больше, и хуже. Поэтому Марко Бушман и выступил с таким заявлением о том, чтобы тем беженцам, которые пользуются льготами в других странах, здесь снизить выплаты социальных пособий вплоть до нуля. И не выдавать никаких социальных пособий тем мигрантам, которые уже имеют статус беженца в других странах. Вот такой вот у меня маленький коротенький выпуск по теме того, как высказался министр юстиции Германии Марко Бушман в отношении вот этой вот нелегальной волны мигрантов. То есть он со своей стороны, с юридической точки зрения, пытается ввести ограничения на вот такое вот неконтролируемое передвижение, например, бруновское движение, вот этих вот нелегальных мигрантов по территории евросообщества. Вот такие вот были на сегодня новости. Не забудьте подписаться на канал и всем удачи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok